всех приветствую на канале каткод друзья канал каткод развивается мы начинаем освещать все больше важных для разработки тем и фронтенд в особенности нельзя обходить стороной язык javascript развивается и набирает все большую популярность и я рад что мы также будем освещать и его на нашем канале а возьмет на себя рубрику по gs роман пономарев роман уже более 11 лет работает по фронтенд разработки специалист по gs сделал полноценную crm для банка разрабатывал приложения для пациентов и докторов делал игры на gs сейчас фронтенд разработчик в белка кар также преподавал курсы по react.js уверенно владеет react.js, vue.js, node.js, react.native а это значит что все это и не только мы будем освещать на нашем канале но как следует начнем с базовых знаний чтобы те кто только начал развивались вместе с нами и плавно перейдем сложные и серьезные темы переходим к роману погнали всех желающих изучить javascript я приветствую на канале каткод по многочисленным просьбам я подготовил информацию про эволюцию в вебе для формирования общей картины развития веба от появления html и до наших дней ну что погнали и так в далеком прошлом интернет представлял из себя некую такую киллер фичу отправку имейлов внутри арпанет для военных целей но чуть позже появился html как способ передачи информации с одного девайса устройство с мониторой клавиатуры и мышью на другой компьютер сейчас мы это называем компьютером и так html первые сайты выглядели вот именно таким образом они представляли себя текст и буквально 1-2 картиночки минимум вообще каких-либо цветов стилей если мы посмотрим исходный код этого сайта то мы здесь видим только ну так тайп теги да какие-то буквально несколько изображений вот мг ну и внизу есть немножко ссылок добавлены ссылочки для перехода на другие странички вот такой был интернет в далеком далеком там тысяча девятьсот девяносто пятом и раньше году такой подход заметили многие продвинутые люди на многие люди начали обращать на это внимание и количество сайтов начало расти с огромной просто скоростью но простого текста было мало для обмена информации контактов и каких-то может докладов и статей поэтому мы переходим на следующую ступень эволюции да как вот я себе так представляю и на следующей ступени разработали java script мульти парадигмный язык программирования в 1995 году его создали и он позволяет нам сделать уже какие-то новые вещи такие как допустим посмотрим вот ну примерно накидал сайт доду пиццы и мы здесь можем заметить что здесь появилась форма вот который мы можем ввести свои какие-то данные там роман допустим название пиццы цезарь допустим да есть такой хоть и нет техас там за что такое вот и заказываем еще здесь миксер по появится ошибку я про него скажу следующем уроке почему она появляется ну смотрите у нас получается интересный момент что мы уже можем работать с пользователем да какие-то получать от него данные и отправлять их на сервер и бизнес начинает обращать на это внимание все больше и больше все чаще и чаще и вот в таком виде в каком мы привыкли до этого видеть разные журналы сайты в бумажном они начали начался такой этап цивилизации нашей цифровизации и сайты таким образом начали расти по геометрической прогрессии и вместе с их количеством росла их сложность ну помимо сайтов вот таких вот со сбором данных до заявок начали создавать соцсети в которых можно уже делиться не только информации в виде текста ну выкладывать какую-то графику да какие-то фотографии видео писать сообщения а это все требует новых решений ну и тогда мы решили вступить на следующий этап это jQuery вообще зачем его придумали почему он стал таким популярным в то время давайте посмотрим что это такое вообще если мы откроем сайтом jQuery то тут будет написано кстати о его основных преимуществах jQuery был разработан из-за того что появилось много разных браузеров допустим там google chrome mozilla в то время был очень популярен интернет explorer если вы помните именно этот браузер и называли интернетом хотя из-за того что у нас наверно содержался слова интернет все считали что интернет это именно этот браузер ну конечно же это всего лишь его название и знаете писать вот разные сайты такого вида допустим таким образом чтобы они работали во всех браузерах а раньше значит распределение было совсем другое это сейчас у нас самый популярный это chrome и если ты написал свой сайт который работает в хроме скорее всего абсолютное большинство пользователей будут пользоваться им и он будет работать и корректно но раньше такая задача была нужно было написать свой сайт почти разный браузер то есть и как я вам сказал под mozilla под оперу под интернет explorer под chrome и вот приходилось изощряться ну jQuery нам этот вопрос решил он это просто такой набор функций до который в первую очередь какой он кросс браузерный то есть ты пишешь код на jQuery а он у тебя работает и в хроме и в mozilla и в опере во всех других но в большинстве популярных браузерах плюс вот то есть это помогает те экономить огромная кучу времени но у него есть конечно же свои минусы во первых он много весит да не знаю что много весит у нас вот мы решили как бы пойти на следующую ступень и следующая ступень она уже была у нас в 2010 даже году да и здесь мы уже видим с вами большой был скачок видите с этого момента количество сайтов начал расти просто в геометрической прогрессии где-то уже в девятнадцатом году был один миллиард семьсот тысяч сайтов это только по официальным данным интернет лайв статус сколько их на самом деле конечно еще посчитать не такая уж тривиальная задачка так вот что же произошло в 2010 году миру и явились такие фреймворки как backbone.js angular.js и они предлагают немножко другую модель создания приложений model view presenter и model view controller смотрите как как выглядел сайт уже на бэкбоне он выглядит вот таким образом то есть мы можем создать там какую-то ноту назвать там title типа hello after и здесь какой-то текст и это без отправки на сервер работает на клиенте мы можем создать еще много разных вещей и таким образом вся вот эта тяжеловесная работа она потихоньку переезжает на клиента так что-то у нас давайте посмотрим как выглядел сайт на бэкбоне вот пожалуйста это получается такой же html код но здесь у нас уже будут добавлены и какие-то стиле да быстро добавлен здесь уже мы можем работать с какими-то моделями у нас добавляется как добавляется вообще этот бэкбон просто ссылки на библиотеке zept underscore бэкбон вот как раз сам ну и файлы которые отвечают за какие-то там определенные вещи да в этом фреймворке здесь есть роутер есть модель какая-то можно перейти в нее посмотреть описывается модель ну роутер естественно отвечает за переход наверно по ссылкам по каким-то да здесь вот можно новую создать может редактировать там нашу заметочку и то есть смотрите у нас уже появляется какое-то приложение на джаваскрипте с появлением бэкбона на ангуляре конечно не будут показывать пример я к сожалению на нем мало разрабатывал но могу сказать что какие преимущества появились с появлением вот этих фреймворков ну мы можем делать уже сложные какие-то приложения да я вот лично делал на бэкбоне vtb24 и мы могли там реализовывать конструктор форм для лендингов чтобы люди могли там оформлять какие-то кредиты там что-то такое кредитные карточки дебетовые карточки открывать все это было реализовано бэкбон плюс и следующий этап у нас как раз react вот у нас был на бэкбоне плюс react такая небольшая коллаба была создана а чем же прекрасен react ну во первых 2013 году когда разработчики фейсбука разработали фреймворк хотя в официальной документации он описан как библиотека у нас появилась возможность создания спа single page application если мы перейдем на сайт допустим сбербанка вот он написан на реакте то есть и преимущество таких приложений в том что ты сначала загружаешь в общем один бандл а потом ты переходишь по страничкам и буквально тебе не нужно никаких данных подтягивать там маленькие какие-то данные приходят минимальный набор в джейсон чеках и ты их отображаешь но вся основная весь бандл подгружается при первом входе на сайт а потом только докидываются маленькие кусочки раньше же это было недоступно до single page application of не было нам приходилось при переходе на каждую ссылочку ты делаешь запрос на сервер получаешь исходный код получаешь стиле получаешь java script начинаешь все это вот обрабатывать и это вот если вы помните раньше крутилась крутилась постоянно ждал ждал пока загрузится сейчас же всю эту работу выполняет клиент то есть вот мой браузер и с появлением таких single page application реакта и или в юджи еще и вы знаете такого не банку ляр 20 мы можем создавать такие сложные приложения как допустим сбербанк онлайн или там азон да ну азон конечно на view по моему написано в джессе но все же я прям люблю из-за того что он очень быстро работает на него заходишь у тебя всегда все корректно работает отображается но сейчас меня что-то с интернетом само приложение работает идеально всегда ну и либо там еще какое-то другое может быть вайлбриз да он тоже написан на одном из таких фреймворк потому что это быстро это эффективно ты выполняешь огромное количество работы и с данными можешь отправлять получать отображать клиенту и собирать какие-то данные вот могу вам показать как выглядит приложение на реакте реакте уже полноценное приложение с архитектурой здесь есть компоненты есть там страницы хуки хокки хайордер компенс есть даже тема подключенная вот это мессенджер мы с нашими студентами такое создавали здесь можно уже залогиниться с помощью базы firebase вот успешно залогинены теперь доступно чаты можно даже туда отправить какие-то там это все будет храниться в базе данных даже после переотправки ну вот таким образом можно сделать чат добавить даже новый можно чат если обновлю страничку будет недоступен потому что мы не сохраняем логин но если мы снова зайдем туда то у нас этот чат будет подтянут из баз данных видите вот не учат пустой так и напишем им птичат это что касается вот этой ступени про react но он дальше у нас набирает вообще подход разработки mobile first и миру явился react native а что за такой react native знаете это тоже интересный очень набор наверное конструкции да или как фреймворка он наверное тоже правильно назвать react native он позволяет написать код на реакте то есть мы его пишем на реакте а получаем два приложения то есть приложение для айос устройств и для android устройств вот так будет выглядеть ваш код а получаете в итоге такое мощное приложение наверно все знают instagram вот он написан на react native конечно же там работает армия разработчиков но приложение мне кажется прям крутой реально крутое и вот оно написано react native про альтернативы вот этих фреймворков мы можем поговорить в следующем уроке он будет про введение в java скрипт ну а у нас осталась еще одна ступень ну как бы не ступень уже да то есть какие дальше могут быть варианты вот этот react vr может быть то есть мы будем уже виртуальной реальности создавать там на реакте пишешь а у тебя получается ты можешь там может быть метавселенную уже будем с вами создавать на реакте и сейчас это кажется конечно немножко висюром но вполне реально я думаю будет через какое-то время и будем с вами создавать какие-то объекты метавселенной игры там не знаю машины квартиры и так далее что здесь вот почему вообще java скрипт он у нас по индексу teobi находится на седьмом месте и на основе запросов поисковика да вот но он набирает популярность и буквально сейчас ни один сайт не обходится без java скрипта куда-то не зайдешь куда не посмотришь везде java скрипт java скрипт react то есть этот язык программирования язык для разработки он очень популярен и его стоит изучать обратить на него внимание если у вас есть вопросы задавайте их пожалуйста в комментариях я с удовольствием на них отвечу я вас благодарю за просмотр подписывайтесь на канал каткод и до встречи в следующем видео про введение в java скрипт спасибо пока пока